Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами про канал Ольга Уралочка Лайф, да, и обсудим очередной видеоролик. Значит, как всегда, всем привет! С вами Ольга и Сафар. И дальше Оля уже рассказывает, что вышла уже в новом халатике, который заказала на Васильке. А то ее что-то припозорили, что она ходит в затасканном платье, и вот она решила напялить на себя новый халатик. Но все равно платье, оно легонькое, удобненькое. Да никто не сомневается, что легонькое и удобненькое. Но надо быть не шмаровузом, а аккуратной, да, женщиной. А то посмотришь, вот как вытирает под этим платьем солба, да, и потом на груди вот прямо такое, прямо аж чернющее пятно. И вот вся опрятность на лицо. И дело тут не в легоньком, а в грязнехоньком. Далее у нас уже кадры с Сафаром. Надо же было показать обязательно, как он работает, как он пилит, какой он трудолюбивый, да, прихвалить его, чтобы комментариев побольше написали, какие они трудяги. Такие, да, моменты надо фиксировать и бесконечно. Дальше Оля говорит, сейчас вот я вам покажу наколенник, который она купила. Решила, то бишь, отчитаться, да, за деньги, что потратила их на дело. Думаю, посмотрю, что ж там купила Уралочка. И, наконец-таки, показала забинтованные ноги. Наверное, забинтовала в первый раз. Значит, и я что-то подумала, что этот наколенник как-то вот больно что-то не то, да. Потому что либо он маленький, либо она неправильно его одела. Как-то, ну, точно, ребят, не по размеру. Я, конечно, не спец в этих делах, но видно, видно, ребят. Да и при том неудобно, говорит. Раз неудобно, значит, не тот размер. Кстати, многие мне в комментариях уже написали, что такого бы не может, чтобы наколенники стоили 15 тысяч. Что стоят они гораздо дешевле. И эта Уралочка снова решила поприбедняться, да, для того, чтобы снова донатов накидали на другие наколенники. Подороже, чтобы, ну, купить что-то покруче, а не такую дешевку, которую она купила. Ну, раз ей жрачка дороже здоровья, это ее проблемы. Ну, она дорогой наколенник, она прекрасно может заработать, вернее, отправить на работу своего супруга, который так ее любит, что каждый раз на стриме признается в любви. И Оля бесконечно говорит, какой он заботливый, какой он любящий. Так вот, пусть любящий встанет и пойдет и заработает Оле на здоровье. Ну, и, значит, Оля заговорила о том, что люди возмущаются, что Сафар работает, а Оля только с камерой ходит. Говорит, а что мне делать? Все сделано, да. Я похожу, посижу, как будто она и раньше что-то делала и работала. Ну, вы сами, ребят, посудите. Проблемы с ногами, едва передвигается, а она как будто там полола, да, как будто там рыхлила. Едва по теплице ходила. Я еще сначала думала, что просто вот дорожка эта узенькая, и ей тяжело там пройти. Ей просто было тяжело шагать, шаги делать, а не то, что там узко. Ну, и узко, конечно же. И о какой работе может идти речь. Хотя еще два месяца назад, помните, как у нас Оля кричала, что она у нас здоровая, да, и якобы все, кто что-то пишут про здоровье, да, это хейтеры, и кричала, что на зло врагам пирожков нажарит и налопается. Картошку, помните, которую жарили в трех литрах масла, как уплетала и говорила, кому-то может жирно. Сафарчик припеваючи говорил, лучше смерть, чем диета. Ну, а сейчас, а сейчас все, и главное, что-то именно вспомнила сейчас. А ведь уже два года назад беда бедой была, так что колола уколы. Вот так вот, ребят, вот так вот вам и уралочка. Монетизации нет, доход плохой, теперь срочно нужны деньги. А раньше не нужны были, оказывается. Дальше уралочка рассказала, что аж три тысячи рублей надо на месяц на лекарства. Да, обязательно надо было об этом сказать тоже, чтобы больше донатили, да. Наколенники дорогие, да, и этот какой-то не очень лекарства дорогие. То бишь, донатьте больше денег. Вот, ребят, представляете, раньше что-то она не говорила, да. Хотя я уверена, что лекарства она принимала, уколы колола. И об этом она сама рассказывала в голосовом сообщении в телеграм-канале. А сейчас ей нужно прям-таки рассказать, сколько денег в месяц надо ей на лекарства. Так вот, Олюшка, чтобы купить лекарства, всего лишь три тысячи, сафарчик пусть у тебя идёт и заработает для любимой Олюшки. Люди гораздо больше тратят на медикаменты и имеют проблемы со здоровьем. И не ноют, да, не выпрашивают, чтобы им накидали денег на карту, чтобы купить таблетки. А Олюшка у нас уже села прибедняться, да, на коленники 15 тысяч, три тысячи в месяц на таблетки, чтобы больше и больше кидали донатов. Это какое стыдобище иметь рядом мужчину, который только бегает за мурашками, а Оля сидит и просит милостыню на канале. А мужичок просто рядышком с Олей качается на качельке и даже не собирается пойти и заработать для своей любимой женщины. И, конечно же, Оля ещё добавила, что УЗИ, УЗИ ног тоже платные, а потом придётся ехать в Екатеринбург. То есть доложила, что денег надо бесконечно, просто бесконечно. И донатить теперь все должны тоже бесконечно. Сафар на работу не пойдёт. Он работает, он работает оператором и гоняльщиком мурашей. И Уралочка, знаете, заделалась барыней. И сама говорит об этом, что можно побыть барыней, как будто она не была барыней. Барыней была барыней и осталась, да. А Сафарка, как Альфонс, да, только скачет, скачет и выполняет все её приказы, да. Да, значит, дальше у нас кадры, где Уралочка моет посуду. Опять же, не для слабонервных, ребят. Я вот эту вот картину у бочек с мытьём посуды просто не могу смотреть. У меня сразу подкатывает. Я сразу вспоминаю этот навоз, да, эту грязь, бочку, куда она выкидывала рыбу. Я представляю этот ванизм и эту посуду, с которой они потом садятся и едят. Фу, короче, ребят, не знаю, но эти кадры для меня самые противные. После мытья посуды и этих фу-фу-фу кадров Уралочка припала к кусту со смородиной. Значит, нарвала себе в ладошку ягод и, не помыв, тут же съела. Сафар сделал замечание, говорит, что, а помыть, она говорит, а зачем мыть? Действительно, не надо мыть ни огурцы, ни помидоры, ни смородину. Всё же это, да, обрабатывается витаминками. Витаминками с целой таблицей Менделеева. Эти витаминки и Оле тоже помогут. Вот, ребят, всё поливают, да, всё льют химией. А зачем мыть? Зачем? Мыть не надо. Вот, знаете, ребят, посмотрев большую часть видеоролика, я задумалась, думаю, чему здесь восторгаться, ребят? Чему здесь можно восторгаться? Что полезного и нужного показывает Уралочка и Сафарчик, да? Вот особенно этот видеоролик, да? Посидела, походила, смородины пожевала, в воде поплескалась в этих бочках грязных с посудой, Сафар полролика жужжал там, да, пилил, и всё. Показали помидор один, который едва розовый, что показали нужного и дельного, да? И за что столько восторгов? Правда, у нас нынче в комментариях столько женщин, которые страдают, да, с заболеваниями ног и всех, вернее, и полных женщин, которые пишут, да, про свой вес, про свои ноги, про суставы, и все пишут как один советы. Советы, советы и советы. Вы представляете, если бы Уралочка, да, все эти советы принимала, да, и всё это выполняла, что ей пишут, да? Ну, а чё, да, скажет, вот вы мне насоветовали то, да, сё, теперь накидайте мне денег, чтобы я всё это реализовала. Ребят, ну вот столько много людей ей пишут. Пишут, да, действительно, что излишний вес, и это каждый раз подтверждает то, что её постоянно ободряли, да, когда она ела и писали ей, кушай, никого не слушай. А оказывается, большинство всех вот этих её хомяков имеют огромный избыточный вес, потому что они сами об этом пишут. Хотя самое главное, что она не сделала, это не начала худеть и сбрасывать вес, а ещё больше наедала бока жареными пирожками, жареной картошечкой, жирненьким жареным мясом, и теперь почему-то её все должны лечить. А ведь делала всё назло хейтерам. Вот теперь подписота и обязана её вылечить и накидать денег. И, ребят, хочу отметить, что видеоролик – это старый. Этот видеоролик они сняли ещё до воскресенья, потому что в воскресенье у неё причесончик был уже новый. А видеоролики нет. Ещё нету вот этого вот горшочка на голове. Ещё растрепущая шевелюра. Поэтому кормят они нас с вами старьём. Видимо, этот видеоролик, когда они только купили этот вот наколенник, да, примерили его и решили запилить видос. И с Васильком тоже, ребят, видос, поди, тоже староватый, да. Явно где-то снимали, может быть, в четверг, может быть, в среду, ну, где-то так, ну, может быть, ещё и в пятницу. Потому что на воскресном стриме Оля была с новой прической. Видимо, сэкономила и купила подешевле наколенник, чтобы остались деньги сделать прическу, да. И ногти-то пора уже переделывать. Скоро и маникюрчик будет у Уралочки. Ну, а куда ж она без маникюрчика? И брови тоже, поди, скоро приедут ей делать мастера. А вы закидывайте донатов побольше. Дальше, как всегда, Уралочка благодарила за комментарии, за советы. Ну, а что, не поблагодаришь и не получишь. Ну, и дальше кадры с сафаром, где он всё таскается с горбылём, и Уралочка раздаёт ему указания, да. Ну, а что, приходится снимать сафарчика. Приходится, чтобы больше похвалили мальчика, чтобы назвали трудолюбивым, да, работником, умничкой. И завидовали, завидовали все, что у Оли такой муж. И спрашивали почаще, где найти ещё такого. И вы знаете, ребят, я удивляюсь ещё людям, которые восторгаются, какой у них классный огород и классный урожай. Вон сафарчик пошёл за кабачками, и кабачки и те гоняют, да. Поэтому, что здесь можно хвалить, чему восторгаться? Помидоры ещё не спелые, хотя вот мне пишут подписчики, что тоже с Урала и давным-давно уже созрели помидоры. Огурцов ещё толком не закатало. Кабачки гниют, капуста вся поточена, тля в смородине. Чему восторгаться, ребят, чему? В общем, ребят, 32 минуты ролика ни о чём. Вернее, нет, о важном, о важном, сколько денег потратила на леченье. Ну, тоже нужное дело, чтобы больше донатили. Глядишь, скоро станет миллионеркой. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я, прежде чем с вами попрощаться, как всегда, желаю каждому из вас наипрекраснейшего настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Обнимаю вас всех. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok